Стало известно, кто исполнит официальный гимн Чемпионата мира по футболу, до которого ровно три недели. В FIFA рассказали, за композицию под названием «Leave it up» «Жить по полной» будет отмечать настоящая звезда хип-хопа, американский музыкант и актер Уэлл Смит, и также его земляк, певец Никки Джем и еще несколько артистов. Смит уже успел поделиться радостным событием в соцсети, выложив фотографию с мячом чемпионата. Песню выпустят завтра, а вживую ее споют перед финальным матчем в Лужниках, 15 июля. Ну а в городах, где пройдут матчи, волонтеры сейчас активно готовятся ко встрече тысяч болельщиков. У каждого добровольца в запасе знания языков, умения отлично ориентироваться в городе, и главное, желание подарить настоящий праздник всем гостям чемпионата. Репортаж Светланы Костиной. Его билет — сектор «Д». Помогите ему попасть на свой сектор. Найти нужное кресло, пройти целый квест, чтобы ориентироваться на стадионе с закрытыми глазами. И под пятой рамкой нас ждет с вами подсказка. Во время чемпионата уже они сами будут подсказывать другим. Волонтеры — целая армия, люди разных возрастов и профессий. Около 40 тысяч по всей стране готовы помочь найти свое место на трибунах, ответить на любой вопрос или просто приветливо улыбнуться. Кто волонтер? Я волонтер! Сейчас эту простую кричалку повторяют волонтеры по всей стране. Но мало кто помнит, что ее придумали здесь, в Казани, во время универсиады в 2013-м. И теперь эта фраза звучит на всех языках мира. Генки десука? Да, генки десу. Помимо шести основных языков — английского, испанского, итальянского, французского, немецкого и арабского — в Казани волонтеры заговорят еще и на японском. В Татарстане будет располагаться база футболистов из Азии. Им расскажут о стадионе, о городе и, конечно, о национальной кухне. Например, о знаменитом татарском чак-чаке. В японском языке чак-чак будет произноситься как чаку-чаку. Очи-почмаку. Пироши. Пирошики. Борщ. А, борщ — это борщ. Никаких трудностей с переводом не будет и в Самаре. Здесь волонтеры уже выучили, что этот же значит футбол. А так можно рассказать о родной Волге. Больше десяти сурдопереводчиков будут работать на городских улицах. Язык жестов — это такой же иностранный язык, как, например, английский, французский, немецкий. И Самара, как гостеприимный город, предоставляет такую возможность, чтобы все болельщики, все гости смогли общаться друг с другом без границ. Самара ждет чемпионат! Встречаем с душой! Для Себастьяна Самара хоть и не родная, но он уже неплохо ее знает. Живет здесь несколько лет и ждет друзей из Мексики, чтобы показать лично, Россия — это не только медведи и водка. Здесь строятся ракеты, самолеты и так далее. Здесь, например, есть бункер. Например, еще здесь была столица во время Второй мировой войны. Пообещайте, что этот чемпионат будет самым крутым событием! В красной форме счастливчики, которые будут работать непосредственно на стадионе, увидят все матчи. В синем — так называемые городские волонтеры. Они помогут найти кафе, отель или остановку общественного транспорта. А еще расскажут много интересного про свой город. Светлана Костяна, Олег Матюшин, Анатолий Минеев и Наталья Голубь. Первый канал. Это было все не просто.